ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я снова приглашаю вас на передачу «Дом Э» в Дом экономиста Вольного экономического общества России. Сегодня мы поговорим о высоких технологиях у нас в стране. Я бы назвал передачу так. Определяя векторы развития высоких технологий в России. И в гостях у нас сегодня человек, который очень хорошо в этих вопросах разбирается. Академик Российской Академии наук. Министр по интеграции и макроэкономики в Российской экономической комиссии. Доктор экономических наук, профессор, вице-президент Вольного экономического общества Сергей Юрьевич Глазьев. Здравствуйте, уважаемый Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Сергей Глазьев – известный ученый, политический и экономический деятель. С 2019 года Сергей Юрьевич занимает пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Под его руководством разрабатывались стратегические направления развития евразийской интеграции, утверждённые главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года. Автор концепции технологических укладов и теории мирохозяйственных укладов удостоен золотой медали Кондратьева за цикл исследований длинных волн в экономическом развитии. Начну со слова президента. Нам нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будущего. Поэтому мой первый вопрос. Какие ключевые, самые главные вопросы, самые главные направления в развитии технологии сегодня, можно сказать, начинают определять лицо будущего, которое будет в ближайшие 10, 15-20 лет? Мы упомянули понятие технологический уклад. Оно было введено для того, чтобы разобраться в внутренней логике технико-экономического развития. Оно отражает целостность экономики в каждый момент времени. Производства технологически сопряжены, поэтому они развиваются синхронно и достигают пределов роста синхронно. После того, как комплекс производственно-технологических связей и производство, которое формирует общий технологический уклад, достигает фазы зрелости, наступает период снижения темпов экономического развития. И в силу исчерпания возможности экономического роста на незменной технологической базе, экономика упирается в некие пределы роста. Но диалектика развития такова, что всегда, когда существующий технологический уклад достигает пределов роста, в научно-технической сфере уже есть новые инновации базовые, реализация которых позволяет эти пределы преодолеть. Поэтому термин «рывок» как раз характерен для таких периодов смены технологических укладов. Это всегда технологическая революция. Вот эти новые технологии, которые накапливаются более-менее постепенно, они востребуются рынком только когда есть на них, во-первых, спрос у потребителя, а во-вторых, когда промышленность готова к их внедрению. Она готова к внедрению только после того, как окупятся инвестиции в ранее созданные технологии. Поэтому всем известен фактор инерционности крупных корпораций, которые не внедряют новую технику до тех пор, пока не исчерпают потенциал старой техники, в которую вложены деньги. И только после этого начинается переток в новые технологии. Когда невозможно уже развиваться на старых, они не приносят прибыли. Единственный способ получать прибыль – это взвинчивать цены. И тогда возникают стимулы для внедрения радикальных новых технологий. Вот эти радикальные новые технологии формируют базис нового технологического уклада. И пределы роста отодвигаются. Этот цикл занимает примерно 70 лет. Из них где-то 25 лет – это рост. Такой хороший, там, 5-6-7% в год расширяется новый технологический уклад. Затем его рост замедляется. Наступает период депрессии – это примерно 10-15 лет, в ходе которого происходит переток капитала в новые базисные инновации, нового технологического уклада, которые уже вызрели в недрах предыдущих. Вот этот эмбриональный период – это примерно лет 15 тоже. Отход доберется 70-75 лет. Соответственно, сегодня мы находимся уже в фазе перехода к новому технологическому укладу, контуры которого всем хорошо известны. Это комплекс нанотехнологий, биоинженерных технологий, клеточных технологий в медицине, информационно-коммуникационных, основанных уже на наночипах, цифровых технологий, которые внедряются сейчас повсеместно. Это роботизация, это гибкая автоматизация, это искусственный интеллект. Вот весь комплекс этих сопряженных между собой технологий, потому что в их основе лежит нано-уровень вычислительной техники, который позволяет на порядке поднять мощность вычислительных машин. Лежат новые материалы, которые позволяют реализовать эти новые технологии. И надо сказать, что приборная база, которая используется в наноэлектронике, она примерно такая же, которая используется в клеточной медицине. В материальном мире неживой природы манипуляция идет с атомами, а в живом организме идет с клетками и с молекулами даже. Соответственно, ядро этого нового технологического клада сформировалось, оно растет с темпом примерно 35% в год. Этот процесс уже продолжается более 15 лет. И в настоящий момент уже это ядро достаточно мощное, стало локомотивом экономического развития в передовых странах, а также в странах, которые ликвидируют свое технологическое отставание, совершая как раз этот самый рывок. И мы в этом смысле пропустили предыдущую технологическую революцию, которая была связана с компьютеризацией, с автоматизацией, с бурным ростом информационно-коммуникационных технологий. Мы здесь выступили как потребители. То есть мы свою технологическую базу не создали, но импортировали большое количество современных товаров, которые сформировали уже современный тип потребления и позволили нашим корпорациям освоить передовые информационные технологии. Но у нас не было инвестиций в производство технологической базы, устаревающей сегодня. Поэтому у нас нет проблемы в освобождении капитала из устаревших производств. И в этом смысле мы можем сконцентрировать ту часть прибыли, которую нам приносит наша специализация сегодня в сырьевом секторе, где конъюнктура позволяет эти сверхприбыли собирать, сконцентрировать их в инвестициях в новый технологический уклад. Вот этот комплекс ядро, комплекс новейших технологий, о которых я говорил, которые бурно расширяются, они в течение ближайших 10 лет произведут модернизацию всей экономики. Внедрение этих систем управления, наноматериалов, биоинженерных продуктов революционизирует все экономические отрасли. В частности, в энергетике мы видим поворот к солнечной энергетике. Оно стало возможным благодаря нанотехнологической революции. Благодаря современным оптическим лазерным технологиям и, конечно, микро-нано-электронным технологиям. И сегодня прирост мощности генерации электричества за счет солнечных батарей стоит дешевле, чем традиционные направления развития тепловой генерации. Будет еще дешевле, потому что тепловая генерация теперь сталкивается еще с углеродными ограничениями. Другой пример. Клеточные технологии в медицине позволяют существенно продвинуться в части регенерации всех тканей. Это реально продление жизни человека на 10-15 лет. Это возможность обходиться без ампутации конечностей у диабетиков. Это возможность избегать трансплантации тканей, внедряя стволовые клетки в пораженные участки. Здесь настоящая революция в медицине. Это, соответственно, порождает огромный спрос на все, что связано с воспроизводством человека. Это и качественное питание, это и здоровая среда обитания, это большая гамма фармацевтических продуктов, это биоинженерные продукты. И здравоохранение становится самой большой отраслью. Никогда такого не было, чтобы здравоохранение занимало там... Такое большое пространство экономическое. Да, под 20% использования валового продукта. С проглением продуктности жизни человека, естественно, отодвигается пенсионный возраст. Это в течение трудовой деятельности человек проживает, по сути, три поколения смены знаний. И для того, чтобы поддерживать себя в форме, людям необходимо дополнительное образование, необходимо переквалификация. И образование становится непрерывным в течение всей трудовой деятельности человека. И второй, соответственно, отраслью по своему весу становится образование. Становится образование, да. И вот весь комплекс отраслей, которые обеспечивают воспроизводство человеческого капитала, уже половина валового продукта. А материальное, собственно, производство, автоматизированное, роботизированное, где искусственный интеллект управляет машинами, требует уже совсем немного человеческого труда, хотя это труд высокоинтеллектуальный. Эта технологическая революция завершается весь период индустриального развития человечества. Мы действительно переходим сейчас в постиндустриальную эпоху, где могут быть совсем другие закономерности. Поэтому мы говорим и о формировании нового мирохозяйственного уклада, имеем в виду, новую систему управления, новую систему производственных отношений между людьми. Если хотите, новые институты и механизмы самореализации человеческого творчества. Здесь много рисков возникает, но и принципиально много возможностей. Вот Советский Союз, к сожалению, не дожил до этого момента, когда, как при коммунизме, можно сказать, можно производить товаров гораздо больше, чем требуется для потребления людей. И сфера материального производства занимает уже настолько, так сказать, скромную нишу, что люди могут себе позволить четырехдневную рабочую неделю, об этом идет речь. Страны, которые преуспевают, могут себе позволить безусловный социальный доход. Нам для того, чтобы сконцентрировать ресурсы и сделать рывок, конечно, необходимо стратегическое планирование. Беспланирование ресурсы не сконцентрируешь. Если мы не планируем, значит, сами тогда за нас планируют те, кто приносит валюту. Либо экспортеры, которых все устраивает, либо иностранные инвесторы, которым надо что-то свое. Стратегическое планирование вроде бы есть. Рыночная конкуренция, кажется, есть во многих секторах экономики. Но нет вот этой обратной связи между целеполаганием в экономическом развитии и инвестициями. Цели ставятся правильные. Я могу как специалист сказать, что приоритеты научно-технического прогресса в основных документах нашего правительства по программе научно-технического развития, прогноз, значит, все правильно написано. Да, все есть. Есть все эти критические технологии, о которых мы упоминали, они еще развернуты достаточно подробно. Но дальше возникает вопрос, а как их развить, как их внедрить. Для этого нужны большие инвестиции. Научно-технический потенциал позволяет по большинству из этих технологий добиться рывка. Есть ученые, инженеры, есть приборная база, есть лаборатория. Но нужен переход к массовому производству. Для этого нужно иметь инвестиции в отраслевые научно-исследовательские разработки, конструкторские разработки, инжиниринг. Такая сложная очень деятельность, которая рассчитана на, ну, как минимум 5-7 лет. Для этого нужны кредиты, которые позволили бы эти все сложные производства собрать вместе. Организовать кооперацию, связь между наукой и массовым производством. И создать основу нового технологического уклада. Но беда в том, что главным источником инвестиций, по идее, должна быть банковская система. А денежно-кредитная политика устроена так, что банковская система, по сути дела, изолирована от инвестиционной деятельности. Высокие процентные ставки, запредельные залоговые требования, неопределенность с курсом рубля. Все это не дает возможности подавляющему большинству предпринимателям взять инвестиции. Мы знаем множество примеров, когда люди закладывали свои квартиры, личные имущества, брали инвестиции на прекрасные проекты. Реализовывали эти проекты, добивались успехов. А потом раз, повышение процентной ставки, ухудшение условий кредитования. Банк требует изъятия залогов. В основе современного экономического роста лежит все-таки кредит. Не было бы кредита, не было бы никакой индустриальной эпохи развития человечества. Кредит для государства – это вообще очень простой инструмент на самом деле. Это не то, что там изобрести машину, это даже проще, чем изобрести велосипед. Создать грамотную систему управления деньгами. Тем более у нас есть блестящий опыт международный, как управлять денежными, денежной монополией государству. Как создавать деньги. Это своего рода философский камень для экономики. Деньги из ничего государство создает, опираясь на свою монополию эмиссии денег. Значит, вот сейчас пандемическая ситуация, вот за ней геополитический кризис, ну и так далее, и так далее. При пандемической ситуации нам не везли комплектующие, потому что логистические цепочки порвались, и плюс еще остановка на каком-то этапе экономики, через локдауны, привела к тому, что мелкая комплектация была, которая серийно массово выпускала, перестала выпускаться, а Just-in-Time производство не позволяло иметь на складах запасы. Сейчас вот санкции, значит, технологические, это у нас ограничения, на самом деле действительно серьезные, да. Вот как в этих условиях, в условиях вот таких шоков, да, нам все-таки развивать наши технологии? Во-первых, нашим органам управления нужно разбираться, чем же они управляют. Вот так вот относиться к экономике как к черному ящику больше нельзя. Но пока наши денежные власти относятся как к черному ящику. Поднял процент, посмотрел, инфляция упала или нет, не упала, еще раз поднял. Ну это их механизмы работы, да. Такой примитивный механизм вообще не позволяет ничего наладить. Значит, нужно разбираться в технологических цепочках. Для этого нужна промышленная политика, соответствующие, компетентные люди в ведомствах, которые отвечают за промышленную политику. Нужно формировать научно-техническую политику, которая сегодня не имеет ответственного субъекта. Значит, нужно, я убежден, создавать комитет по науке и технике. Да, типа ГНТ в советское время. Который бы собирал информацию обо всех этих технологических возможностях. Ну, кстати, мы с вами писали это в ГНТ в советском области записку правительства по этому поводу. Знал бы наш научно-технический потенциал. Сейчас даже то, что, как европейцы говорят, картирования у нас нет. Мы не понимаем, где какие научно-технические заделы есть. А из-за этого резко падает эффективность даже тех скудных источников финансирования, которые имеются. Потому что в научно-техническом мире преимущество получают те, кто умеет выбивать гранты. А не те, кто работает головой, руками и предлагает новые технологии. Потому что мало новой технологии придумать. Надо еще знать ходы, коридоры. Там у кого с кем договариваются, чтобы получить эти мизерные, я бы сказал, ассигнования на поддержку инновационной активности. То есть нужен системный подход, безусловно. Но при современных технологических возможностях, компьютерной базы, искусственного интеллекта, моделирование технологических зависимостей, это задача вполне решаемая. Но она сложная, вы правильно говорите. Еще более сложная задача выращивать инженерные школы. Это еще один мой вопрос. И пытаться сформировать собственные технологические цепочки. Здесь, кроме стратегического планирования, нужно еще иметь массу инструментов поддержки инновационной активности и уметь технологически прогнозировать, что выйдет из тех или иных стартапов. Просто думать, что рынок сам по себе все отберет, и мы получим результат, это может привести к тому, что результат получат за рубежом. То есть мы стартапы до какого-то момента доведем, а дальше люди с этими знаниями уедут. И там они... Таких примеров огромная масса. Там развита финансовая среда, они там получат дешевые кредиты, найдут партнеров, продадут каким-нибудь корпорациям. То есть нам в этом смысле нужно быть технологичнее и умнее той системы управления, которая на Западе давно сформирована. Но мы не можем сделать первый шаг, понимаете? Мы не можем дать деньги. Вот деньги дать, это проще всего на самом деле. Просто нужно знать, кому дать. И для этого существует как раз механизм оценки эффективности, технологического прогнозирования. Второе, нужно проследить, чтобы их не украли. Ведь у наших денежных властей примитивный подход. Они деньги не дают, потому что считают, что деньги в любом случае появятся на потребительском рынке и приведут к росту цен. Да, инфляция только будет. Они не понимают, что в основе экономического развития лежит научно-технический прогресс, что с инфляцией нужно бороться за счет повышения эффективности, а не за счет прекращения кредитования инвестиций, что только рост выпуска товаров, снижение сдержек производства, освоение новых технологий – это путь к долгосрочной макроэкономической стабильности. Ее можно обеспечить только на основе экономического роста. А пытаться сбить инфляцию за счет сокращения спроса путем повышения процентной ставки – это значит угробить экономический рост, прекратить развиваться, и через 2-3-4 года мы получим новую девальвацию. Я согласен с вами, что это определенное кровопускание. Получим просто новую девальвацию и опять всплеск инфляции. Это порочный круг, в котором мы вращаемся уже много лет. И странно, что мы опять пошли по этому пути. Опять повышение ключевой ставки, опять удорожание кредитов, опять прекращение инвестиций, плюс еще это неопределенность с курсом рубля, который можно было бы легко стабилизировать даже при оставшихся валютных резервах. Все это убивает инвестиционную активность. То есть можно много рассуждать про рывок в технологическом развитии, но если эти политические задачи не будут подкреплены реальными механизмами кредитования, инвестиций и поддержки инновационной активности, то никакие документы стратегического планирования не будут реализованы. Сергей Ильич, мне кажется, вы достаточно детально рассказали, какая ситуация сегодня есть, что нужно нам реально делать и какие барьеры мы сегодня имеем. Тем не менее, я бы хотел в завершение нашего сегодняшнего разговора задать еще один вопрос. Как вы полагаете, в сегодняшней ситуации все те меры, которые предпринимаются сегодня в нашей экономике, это и меры кредитной, денежно-кредитной политики, и меры административные, они будут как-то поддерживать сегодня нашу экономику в направлении как раз такого нового или очередного рывка? Или все-таки нам не так просто будет сегодняшний условие реализовать? Ну, пока мы этого не видим. Что касается реализовать, ничего здесь сложного нет. Очередное повышение ключевой ставки процента, как я уже сказал, означает ухудшение условий кредитования развития производства. То есть ситуация экономических санкций против нас, которые обнулили в очередной раз внешние источники кредита, на которых некоторые отрасли нашей экономики сидят, усугубляется действиями Центрального банка по повышению ключевой ставки, которая убивает внутренние источники кредита. То есть наш, так сказать, геополитический противник отрубает нас от внешних источников кредита, а наш Центральный банк отрубает экономику от внутренних источников кредита. В итоге наступает стокфляция. Высокая инфляция сопровождается падением экономической активности и фактически инвестиционным кризисом, искусственно созданным. Что нужно было бы в этой ситуации делать? Все прямо наоборот. Не трогать ключевую ставку, даже если она станет отрицательной. Заняться организацией целевого кредитования, инвестиционной активности и поддержания общей экономической активности. Вот иностранные кредиторы ушли, но мы же знаем, кому эти кредиты предназначались. Под это построены бизнес-планы, сделаны залоги, что мешает заместить эти иностранные кредиты внутренними кредитами через специальный инструмент рефинансирования, то есть создать замещающую денежную массу и через уполномоченные банки довести эти кредиты до заемщиков, которые лишились внешних источников кредита. Вот такое импортозамещение внешних источников кредита мы можем себе позволить, потому что у нас все еще большие валютные резервы. Несмотря на опрометчивость Центрального банка, который сложил валютные резервы в карман геополитическому противнику, который сейчас этот карман закрыл, у нас все равно остаются валютные резервы в золоте, в других валютах, которые позволяют и курс стабилизировать, и обеспечить необходимое финансирование импорта для реализации тех инвестиционных проектов, которые соответствуют приоритетам, перспективным направлениям нашего экономического роста. Перечень таких инвест-проектов есть. Мы его многократно обсуждали и с правительственными структурами, и с китайскими партнерами программы «Один пояс, один путь», и в рамках Евразийского экономического союза десятки инвестиционных проектов, которые направлены на снятие барьеров транспортных, энергетических, коммуникационных для экономического роста. Но отсутствие механизмов кредитования ведет к тому, что эти все проекты остаются на бумаге. То есть первое, что нужно было бы сделать, это создать поток целевых кредитов под импортозамещение, поскольку кроме подразвития новых технологий, о чем мы уже говорили, но и под импортозамещение, потому что санкции касаются европейских корпораций, которые нам поставляют многие товары. Эти товары они не смогут поставлять. Открывается ниша для импортозамещения. Так же, как после присоединения Крыма в 2014 году были включены санкции против нас на агропромышленном рынке, и мы ввели контрсанкции, во многом благодаря этому нам был мощный толчок подъема собственного сельскохозяйственного производства. Говорится, волей-неволей замещение произошло. Произошло импортозамещение в сельском хозяйстве, высокие темпы роста достигнут, и мы практически существенно улучшили, благодаря санкциям, не было счастья до несчастья. Структуру своей экономики. Продовольственной безопасности. Мы обеспечили себе продовольственную безопасность, что это сегодня очень важно. Что нам мешает точно так же заместить иностранные кредиты отечественными кредитами, через вот эти инструменты специального рефинансирования уполномоченных коммерческих банков. Нам нужно создавать сегодня длинные технологические цепочки в тех сферах, которые разомкнули нашу кооперацию из-за санкций. То есть речь идет о том, что нам через инструменты промышленной политики нужно провести очень кропотливую работу по склеиванию технологических цепочек, которые были обрублены или будут обрублены, так сказать, из-за введения западных санкций. Ну да, это уже не на длительное время. Вообще-то большой стимул этим заниматься. Раньше мы этим не занимались, потому что зачем изобретать свою интегральную схему, если можно купить в Англию? Ну смысла не было действительно реально, тем более она дешевая была. Да, значит, мы преуспели, допустим, в определенном классе специальных интегральных схем для специальных нужд. Но для массового производства мы не видели стимулов создавать, потому что считалось, что они все равно будут дороже. Но сейчас уже нет вариантов, надо создавать. Они, конечно, будут дороже. На первом этапе будут дороже, потом, может быть, будут дешевле. Ну все. Я думаю, что так, наверное, оно и будет, скорее всего. Нам нужно эти санкции использовать как стимул для экономического рывка, о котором мы сегодня говорим. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Надеюсь, что так оно и будет. Все-таки мы очень должны быть оптимистичны в наших планах. Нам, как говорится, не первый раз переживать шоки разнообразные нашей экономики и нашей промышленности в частности. И тем не менее, как говорится, наша Земля еще в состоянии и собственных Платонов рождать, и быстрых разумов Невтонов, и в промышленности в том числе создавать новые и новые объекты и давать хорошую продукцию. Мы все можем сделать, если будем этим серьезно заниматься. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за ваше внимание. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»